Друзья, видео про то, как заменить намотку на теннисной ракетке, набрало больше 100 лайков. И поэтому специально для вас, как обещал, я снимаю, где купить теннисную намотку, какие бывают виды, а также расскажу, какими намотками пользуюсь я. Погнали! Для чего вообще нужна намотка на теннисную ракетку? В первую очередь она поглощает пот с ваших ладоней и делает так, чтобы ручка ракетки во время ударов не проскальзывала в вашей руке. Также гасит вредные вибрации, которые во время ударов идут в кисть. И еще служит для того, чтобы увеличить толщину ручки ракетки, если это необходимо для спортсмена. Итак, вкратце пробежимся по видам намоток. Основной гриб имеет клейкую сторону и более толстый. Он клеится непосредственно на пластик, на ручку ракетки. Его замена более сложный и дорогостоящий процесс. Поверхностная намотка овергриб. Она более тоненькая, более дешевая и наматывается на основной гриб поверх. Как раз про них сегодня я и буду вам рассказывать. Основная намотка, когда вы покупаете ракетку, уже имеется на ней. Поэтому вам сразу необходимо купить поверхностную. Для чего? Чтобы защитить основную намотку от стирания. Иначе придется больше денег тратить, чтобы ее поменять. Ну и конечно, эту, которая поверхностная намотка, ее гораздо проще заменить. Легче. Она стерлась, испачкалась. Вы ее смотали, выбросили, поменяли на новую. Видео про то, как заменить поверхностную намотку, есть вот здесь. Вот сейчас появится картинка. Переходите, кто еще не видел, посмотрите. Там все очень подробно рассказываю. Ну, а мы идем дальше. Как определить, что пора менять поверхностную намотку? Первый фактор. Намотка стерлась, на ней видны потертости. И вы понимаете, что ваша рука уже скользит. Намотка не выполняет своих основных функций. Пора менять. Следующий момент. Она испачкалась. Она стала грязной. Бывают белые, бывают ярко-зеленые, оранжевые намотки. Они быстро пачкаются. И уже ракетки непрезентабельный вид. Переходим к главным темам сегодняшнего видео. Где купить намотки? Какие виды бывают? А еще я вам расскажу, как быть, если ни один из видов намоток вам не подходит и у вас рука скользит постоянно. Лайфхак в конце этого видео. Дружище, подпишись, поставь мячик вверх этому видео, а мы идем дальше. Первое. Где купить теннисные намотки? Покупать намотки я рекомендую в специализированных теннисных магазинах. Таких, как Ракетлон или Мир Ракеток. Там проверенные качественные товары от официальных представителей теннисной индустрии. Но зачастую неплохие намотки можно найти даже на Алиэкспресс. Сейчас я вам покажу несколько вариантов, которые я часто беру. Итак, друзья, чтобы вам было наглядно видно, я вам покажу то, что я заказал с Алиэкспресс и то, что у меня было куплено в других магазинах тоже. Так, начнем мы, наверное, давайте вот с этого пакетика. Буквально недавно мне пришло, посылочка пришла. Чувствую себя вилсиком. Распаковка на канале Теннис здесь. Так, какие намотки у нас пришли здесь? Смотрим. Вот такие вот я заказал. Черненькие. Почему я больше люблю черные намотки? Потому что на них не видно, пачкаются они или нет. То есть они дольше сохраняют презентабельный вид. Смотрите. Эти намотки, они немножко перфорированные. Что значит перфорированные? У них есть дырки. Сейчас я вам их покажу. Есть дырочки, которые позволяют как раз поту проникать и не задерживаться на этой намотке. Вот видно, я думаю, что вам хорошо видно будет дырки, которые есть. И, соответственно, намотка не так быстро намокает от ваших ладошек и не так быстро будет скользить. Поэтому я заказал именно вот такие вот. По поводу еще есть такая характеристика, как липкие намотки, сухие. Или бывают намотки под замш, которые впитывают влагу. В чем отличие? Значит, смотрите. Липкие намотки. Когда их берешь в руку, такое ощущение, что реальная рука у тебя, она прям прилипает к этой намотке. И ты не можешь нормально ее сдвинуть, повернуть. Лично мне такие не очень нравятся. Объясню. Для быстрой смены хватки ракетки это не очень удобно. То есть нужно привыкать к такому. Хотя некоторые из моих учеников говорили, что липкие намотки им прям очень нравятся. И это классно. Идем дальше. Есть сухие намотки. Вот, к примеру, как раз вот намотки, которые я очень люблю. Они сухие. Они классные расцветки. Посмотрите, какие прикольные. Вот как раз вы видите одну из таких, но она уже подстерлась на моей ракетке. Сейчас мы ее поменяем. Чем хороши сухие намотки? Они не так сильно прилипают к руке. То есть все-таки их нужно как бы обхватывать, держать, может быть, чуть покрепче. Они, возможно, больше скользят, но хватку поменять гораздо легче. Вы сможете быстро перехватить ракетку на форхенд или бэкхенд или на универсальную хватку. Плюс мне очень нравится их расцветка. Но нельзя сказать, что они прям, хоть она и сухая, что она прям вообще прям скользкая-скользкая. То есть если ее подержать в руке, вы поймете, что она не так-то легко проскальзывает. Сейчас, кстати, как раз вот заменим. Так, ну и идем еще дальше. Дальше, смотрите, есть еще намотки, которые я покупал не на Алиэкспресс. Я покупал в наших магазинах или даже в Лондоне, за границей. Сейчас покажу. Значит, классические в наших магазинах вилсоновские намотки. Также перфорированные, тут есть дырочки. Бывают еще какие-то рифленые с некоторыми рельефами. Вилсон отличные намотки делает. Смотрите, выбирайте, потому что каждому нравится свое. То есть кому что. Камуфляжная вот такая вот липкая намотка. Для, на мой взгляд, очень красиво подходит для кастомной ракетки. Вот у меня есть вилсоновская камуфляж, как раз ракетка. Значит так, идем дальше. Вот эту намотку я очень люблю. Обратите внимание, она сделана под замшу. Сейчас вот приблизим немножко. У нее замшевое покрытие, оно очень приятное на ощупь. Оно не сильно скользит и впитывает, как раз впитывает ваш пот. Но, к сожалению, в Москве я мало таких находил намоточек. Dunlop вообще фирма британская, поэтому не получается найти именно вот этот вот стиль намоток у нас в Москве. Может быть другой фирмы, если вы знаете, напишите в комментариях, пожалуйста, возможно, другой фирмы вы видели такие намотки под замшу. Но вот у меня исключительно осталось Dunlop, буквально одна-две такая. Так, это, кстати, с Алиэкспресс намоточка Зарзия. Еще не пробовал их, не могу рекомендовать, поэтому как попробую, обязательно расскажу. Тоже может быть где-то в комментариях в Инстаграме. И что у нас еще осталось, это тоже намотка с Алиэкспресс, наподобие вот этих вот, сухая, но я бы не сказал, что очень скользкая. Итак, подведем с вами итоги. Пока я буду менять намотку на своей ракетке, что я бы хотел сказать. Первое. Определитесь для себя, какая намотка вам удобнее. То есть, больше вам нравится, когда она прилипает к рукам. Возможно так. Сложнее сменить хватку ракетки, но зато она не будет выскальзывать во время ударов. Вам не нужно будет в нее так вцепляться. Сухая намотка, как у меня. Мне такие варианты нравятся. Она лучше проскальзывает в руке, то есть, когда я меняю хватку, я могу резко провернуть ее. Но она не впитывает особо пот. То есть, если ладошки быстро вспотели, она, конечно, будет скользить больше. Также редкий вид намоток, который у нас в Москве, к сожалению, редко найдешь. Это вот замшевые наводки. Они мне очень нравятся. Они достаточно тоненькие. Если, говорю, еще раз где-то знаете, где приобрести такие, расскажите. Я подобные находил в Вилсон. Вот как раз у меня тут намотано Advantage. Похоже под замшу, но немножко другой материал. Вот можно даже на видео посмотреть, приблизить. Я думаю, что заметно, что чуть-чуть разные по текстуре эти намотки. Так что, выбор за вами. А бонусом, как обещал, посмотрите обязательно у Даниила Медведева. У него всегда, когда он выходит на матч, белые кисти. Вот начиная отсюда, у него намазано все тальком. То есть, я думаю, что он, скорее всего, мажет руки тальком. Это один из вариантов для тех, кто понимает, что у него все равно скользят очень сильно руки во время ударов. Прям ладошки потеют сильно, и ракетка проскальзывает. Попробуйте мазать тальком. Действительно, попробуйте такой вариант. Ну, а я с вами не прощаюсь. Не забываем подписываться на канал, ставить мячики вверх. И до новых встреч. Увидимся в интернете. Субтитры подогнал «Симон»!